Девушки отдыхают Один из тех людей, который будет инициировать Иск в суд Против вашего Бездействия по этому поводу Поэтому я считаю, что Вы должны организовать рабочие места Как положено и потом Собирать сессию Второй пункт этого распоряжения Официально опубликован на сайте Роспотребнадзора России Гласит о том, что руководителям Высших органов государственных Субъектов Российской Федерации Рекомендовано минимизировать С учетом санитарно-эпидемиологических Ситуаций любые Массовые мероприятия И в том числе публичные Второй пункт, третий пункт Этого распоряжения Гласит о том, что Людям, достигшим возраста 65 лет И выше Это группа риска Плюс люди, имеющие Сопутствующие хронические заболевания Рекомендовано вообще находиться на больничном месте Я хочу поддержать своего коллегу Нацелу Ильичу У меня тоже резонный вопрос В связи с чем И в чем возникла необходимость Проведения 19-й очередной сессии Народного права В соответствии с действующим Законодательством И регламентом Народного права Буквально 22 октября Состоялась 18-я очередная сессия В соответствии с действующим Законодательством Очередная сессия Проводится Не менее один раз В трехмесячный период Сегодня проект повестки Мы успели ознакомиться Правда, как всегда Нарошенные сроки Огнакомление с документами И работой качественной Депутатами Законопроектами У нас сегодня 15 вопросов Уважаемый Артур Васильевич В связи с чем Возникла необходимость Проведения 19-й Очередной сессии Хотя по проекту повестки Это фактически Речь идет О неочередной сессии Народного права Решение О проведении сессии Прямая председательная сессия Значит, все вопросы Которые находятся В повестке Они тоже очень важны Нет, ваших вопросов Важны Не важны В том числе Вопрос О подготовке К зиме В период Засушливой ситуации Значит, вы сами Этот вопрос поднимали Мы решили Что в ближайшее время Его обсудим В том числе Есть вопросы О дополнительном Соглашении Которые надо провести И так далее То есть Я объясняю Что это Решение Председателя За председателем Это решение Вы же согласны Знаете лучше меня Поэтому Извините Продолжаем нашу работу В соответствии Со статьей 6 Регламента Народного права Председатель Народного права Под отчетом Народному праву Поэтому Ваш ежегодный Отчет Как председатель Народного права На сессии Который должен быть Представлен Народному праву На сегодняшний день Эти ситуации нет Ваш комментарий По поводу того Что необходимо Обсудить В рамках Правительственного часа Последствия засухи Я думаю Вы были бы Одним из подписантов Письма в адрес Президента страны По ситуации С засухой И ее последствия Значит Уважаемые друзья Значит Мы продолжаем работу Вы У меня вопрос Нет Я по вам Значит У меня вопрос Под отчет на ответ На вопрос Я ответил Дальше Так у меня вопрос Вы только что сказали Что у вас есть ответ От Роспотребнодзора Пожалуйста Зачитайте Вы Покажите Значит Уважаемые коллеги Потому что мы часто Слышим В общем Вы вводите В заблуждение Депутата Народного курала Уважаемые коллеги Говорят то От чего не существует Природа Уважаемые коллеги Зачитайте пожалуйста Это нормальное Требование Значит Ответ Направлен Если нужно будет Чтобы врач Подтвердил Он подтвердит Значит Поэтому Уважаемые коллеги Мы продолжаем Нашу работу Антоний Васильевич У нас Придурок С голосованием Такой Не решается Если кто-то Из депутатов Заболеет Я не думаю Что он Вспоминать будет Про докол заседания Сколько было против Сколько за Вопрос Личной Безопасности Личного здоровья Это индивидуальный вопрос Поэтому Никто не может Зачем Должен я Опасаться Или не должен Опасаться Поэтому Вы организуете Должным образом Рабочие места Мы соберемся Завтра Не проблема В наших условиях Это организовано Нет Нет организации Где полтора метра Дистанция Вы себе Это организовали Полтора метра Между заместитель Да А что вы так И правильно Соглава Александровна Говорит Нечего После 65 лет На работу ходить Он у Салаева Ни один преподаватель Не появляется Уважаемые друзья Я пытался Встретиться Все говорят Нам Салаев Запретил Это рекомендовано А что актер Не пропускает Профессора Это рекомендовано А права человека Быть не быть Уважаемые друзья Продолжаем Вы не можете У нас с этим Перед таким выбором Нельзя ставить Хочешь Не приходи на сеть Вы организуете Должным образом Мы будем приходить Уважаемый Антон Васильевич Ссылка ваш На то Что в рамках Необходимость Срочного Проведения Очередного заседания В 12-й сессии Народного права Продиктовано Рассмотрение вопросов По республике Это состояние И последствия Заводки Ответ официальный Который пришел За подписью Председателя Правительства Республики Валмыки Юрия Викторовича Зайцева Важность этого вопроса Она затеревана На 12-м ноября То есть Сегодняшним заседанием 12-я очередная сессия Народного права Спасибо Спасибо Мы продолжаем Нашу работу Юрий Васильевич Так нельзя вопрос ставить Хочешь приходи Хочешь не приходи Вы нарушаете Право депутата Я обязан И желаю Быть на сессии Но если она Не организована Должным образом Вы заставляете Меня Оказаться Поэтому Вы Вынуждаете Понуждаете Да так законом Трактует Поэтому Исполняйте Свои обязанности Как организатор Работы Народного Урала Республики Калмыкия Работает Совет Федерации Все органы Работают Там все дистанции Выдеруты Работают В таком же Можете посмотреть Как Работают В такие условия Это их право Я когда вам говорю Что Представитель Совета Федерации Снимается С должности Большинством Вы почему-то Не обращаете Внимания Уважаемые коллеги Значит Мы продолжаем Не мешайте Работать Это вы мне Мешаете Работать Как положено Давайте Закроем Сессию И Разойдем Организуйте Должны Я говорю Голосованием Такой вопрос Не решают Что ваш голос Решит Проблему Моего здоровья Или еще Кого-то Вы боитесь Вы родите Ну что вы Так Мы проголосовали Если кто-то Поставится За свое здоровье Наверное Нужно просто Покинуть Здесь Все Мы не десантники Закон Анатолий Это внеочередная Шессия Это первая Второй вопрос Вам сейчас Нам сервис Разный вопрос Значит Вы сказали Что По Значит По Санфину Якобы Не более 50 человек Могут Собираться А речь идет Сейчас О социальной Дистанции Что Трудного Обеспечить Нам Нормальный Дал Что В этом Здании Нет Дал Который Обеспечит Нам Эту Социальную Дистанцию Почему Эти вопросы Не проработаны По сути Получается Мы Доконодательный Орган Власти Республиканской Говорим О том Что Необходимо Соблюдение Мер Тем более Следить С той Ситуацией Сложилась У нас в республике И при этом Мы Сегодня Законодатели По сути Нарушаем Закон Вы понимаете Как вот с этим Меликой На нас сейчас Смотрят Ее сзади На нас сейчас Смотрят Все на телевидении Республики На какой пример Подаем Мы подаем Я считаю Что вы сейчас Должны нам Дать Или официальный ответ Что вы берете Населяевую Ответственность Или дайте нам Заключение Минздрава Которое Разрешает Проводить Таким условия С этой сессии И только В этом случае Мы приступим К работе сессии Уважаемые коллеги Мы с вами Проголосовали Продолжаем Работать Пример мы подаем Вы вообще Выучите Ильич Слови Микмир Горяем Микмир Я предлагаю Я предлагаю Я предлагаю Предупредить Запаляешь Тогда вспомнишь Этот разговор Я предлагаю Макжиеву Предупредить Если будете Присутствие Заметительного Министра Завоохранения Пусть она Скажет Пусть разрешит Спор В конце концов Что вы Не разрешает Я говорю Вы разрешит Спор Пусть Своё Конститентное Мнение Выскажет По поводу Социальной Дистанции И того Соответствует Следов Зав Проведение Этой сессии Если у вас Температура Появится Тогда она Сможет Вам помочь А сейчас Давай Почему К ресторанам Почему У нас Тогда К ресторанам Другим Бизнесам У нас Проводятся Жесткие Меры С видеокамерами Бегают Закрывают Ресторан Уважаемые Коллеги Я прошу Вас успокоиться Или иначе Я могу Применить Административные Меры Мы продолжаем Нашу работу На заседании Присутствуют Административные Меры Чего вы напугаете Я не пойму Мы равные Вам депутаты В чем тут Которые Лишить вас слова Да не лишите Никогда вы Я вам заверяю Я сейчас через 20 минут Привезу Мегафон И устрою Тут Без вашего Микрофона Ой Я говорю Вы закрываете Сессию Это Это Безопасность Всех депутатов Уважаемые Друзья А на Третье Сначала На наши Вопросы Значит Я Три депутата Дозают Один и тот Тоже вопрос Если я принял решение Провести сессию Значит Есть такая Необходимость Вы Не отнимайте У меня право Председателя Объявлять сессию Вот здесь Сидим Пророли Республики Мы Министры Внутренних дел Республики Я не думаю Что они завтра Смогут на кого-то Повлиять По Мерам Предосторожности Если мы Депутаты Не можем На парламенте Исполнить Закон Или требование Постановления Роспотребнадзора Поэтому Давайте Подадим Пример Завтра Если будет Предъявлять Прокурор Он не сможет Гражданин ему Ответит Или Сотруднику Милиции Что вы Ко мне Предъявитесь В автобусе По дистанции Если в народном Курале Это не Выдерживает Левые предосторожности Максимально Соблюдены Это создает Условия Для безопасной Нашей работы Но прекратите Меня Шантажиров Как я поняла Эта сессия Проводится Только потому Что вы Так решили Вы Единолично Завис Курал Так решили Какое вы Имеете право Вы знаете Что уже Давно Большая часть Курала Вам просто Не доверяет А вы За нас Все решаете Я не хочу Чтобы вы За нас Лешали Пусть Посмотреть На взор Лешать Пусть Лешают Соответствующие Органы Что это Такое Я за вас Лешил Если вы За полей Вам Предоставлены Все условия Уважаемые коллеги Уважаемые коллеги Значит Наши Коллеги Выставили В инстаграм Весь Сегодняшний Начало Разговора Значит Это нарушение Правила Ведения Сессии Потому Но если у вас Камеры Не работают По две недели Вы доставляют Видео Ничего не работает Значит Поэтому Уважаемые коллеги Я предлагаю Продолжить Нашу работу А какое тут Нарушение С инстаграма Не Объясните Вот вы Бросаете фразу Объясните На основании Чего делаете Почему вы Не Почему Давайте Предупреждение Не нужно Не нужно Сессия Открыта Вы Сессия Разрешили У вас Выходить Валерий Уважаемые коллеги Сессия Уважаемые коллеги Если Открыта Так и Может быть Закрыта Это Решает Большинство Правильно Мы проголосовали Это Не решает Большинство Если ты Заболеешь Тебя интересует Это Большинство Уважаемые коллеги Уважаемые коллеги Если Тебя Зародит Цухинир Вроде Он Сидит Сегодня Большинство Манжиев ходил Без маски А не Цухинир И Манжиев Может Всех Зародить А я Уже Все Выдержал Две Недели Миновало Извини Уважаемые друзья Мы продолжаем работу Прекратите Шантаж Прекратите При чем тут шантаж Мы продолжаем работу Сессии Мы продолжаем Работу Сессии Будь не стыдно На заседании Присутствует Все Это Федерация Федеральное собрание Представителя Народного Бурала Майора Алексей Петрович Главный Федеральный Инспектор По республике Калмытия Полномочного Представителя Беляев Александр Викторович Представитель Правительства Республики Представитель Правительства Республики Зайцев Юрий Викторович Заместитель Руководителя Администрации Манжиев Алексеевич Руководитель Администрации Главы Республики Берий Тольщик Николаевич Руководитель Судебных И правоохранительных Органов Республики Руководитель Министерства Ведов Республики Приглашенные По соответствующим Вопросам Представители общественных объединений. И в том количестве, в котором можно здесь присутствовать. Ну и наша пресса. Уважаемые коллеги, для дальнейшей работы нам необходимо утвердить секретариат. Сегодня его предлагается возглавить депутату Сымбалову Сергею Александровичу, включив состав работников Народного Курала. Сергей Александрович, не возражаете? Прошу проголосовать за секретариат. Большинство достигнов, решение принято. Мы продолжаем нашу работу. Уважаемые коллеги, у нас имеется проект повестки дня. Кто-то кто, чтобы принять его за основу. Принять за основу. Прошу заметить, в зале больше 50 человек. К вашему сведению. Ну, значит, с прессы зашли лишние товарищи. Давайте выгоним. Удалим. Не удалим. Удалим и расцвязываемся. Уважаемые коллеги. За основу. Я в случае. Да. Я в случае перед вами там имею право. Да, да, пожалуйста. Уважаемый Антон Васильевич, уважаемые коллеги. По оперативным данным здравой республики Калмыкия, к сожалению, на сегодняшний день нет обновленной повестки, ой, сводки. У нас же в 10 разный день умерло по 16 наших земляков. За все время пандемии руководство республики ни на одном оперативном штабе, ни на работе, ни почти во память наших земляков. А это наши родственники, это друзья наши, это родители у кого-то, семья. Поэтому предлагаю почти минуты молчания 116 ушедших с республики Калмыкия наших земляков. Светлую память. Уважаемый Антон, светлую память надо исполнить. Добрый день. Спасибо. Уважаемые коллеги, у вас имеется проект повестки дня. Кто за то, что вы возняли его, даст на республику. Спасибо, уважаемые коллеги. Такие будут замечания по повестке. У меня есть предложение, значит, в соответствии со статьей 65-го регламента Народного хурала, Прошу мне сделать рассмотрение Народного хурала Республики Калмыкия Проект постановления Народного хурала о выражении недоверия Председателю Народного хурала Республики Калмыкия 6-го созрева Натоле Васильевичу Казачкову. У меня 3 минуты согласно регламенту Народного хурала. Прошу не перезевать. Председатель Народного хурала Парламента Республики Калмыкия 6-го созрева Натоле Васильевичу Казачков За два года систематически нарушал как законы Республики Калмыкия, так и регламент Народного хурала. Не оказывал содействия депутатам Народного хурала в осуществлении своих полномочий, А наоборот, всячески препятствовал их работе. Не поддерживались даже социально значимые законопроекты, Для населения республики попавших в зону риска в период пандемии. За два года ни разу не принял участие в работе комитетов комиссии Народного хурала. За прошедший период ни разу не проводились панаминские слушания, Круглые столы, конференции, семинары с участием депутатов всех пракций Народного хурала. Анатолий Васильевич Хазачко, исходя из своих стереминутных интересов, Инициировал внесение изменений в законы Республики Калмыкия о Народном хурале, О статусе депутатом Народного хурала. В нарушении закона Республики Калмыкия о противодействии коррупции Не заслушивался ежегодный отчет главы Республики Калмыкия О результатах деятельности правительства Республики Калмыкия. Предложения депутатам о создании рабочих групп по парламентскому контролю Резонансных для Республики дел председателям Народного хурала игнорировались. Не обеспечившись тематически нарушались сроки направления закона проекта Депутатам для надлежащего изучения и подготовки заключения. Не обеспечивалось присутствующим на сессе соблюдение положения закона О статусе депутатом Народного хурала Республики Калмыкия. Председатель Народного хурала Республики Калмыкия 6-го созыва Анатолий Васильевич Казачко за два года работы Так и не смог наладить конструктивную работу с депутатами всех фракций. Не смог создать условия для выработки консолидированной позиции с парламентскими фракциями, Что сказалось на низком качестве принимаемых законопроектов, А также на подрыве авторитета законодательного органа Республики Калмыкия. Исходя из этого, я прошу внести в повестку дня, Еще раз повторяю, согласно статье 65 регламента Народного хурала, В рассмотрении вопроса о выражении недоверия председателю Народного хурала Парламента Республики Калмыкия 6-го созыва Анатолий Васильевич Казачко. Уважаемые коллеги, хотя бы это и не правомерное, это старое название. Есть предложение. Наталья Сергеевна, прошу определиться по ее предложению. Она имеет право, если мы не считаем, по предложению. Давайте определитесь, кто ее поддерживает, кто нет. Уважаемые коллеги, я хочу задать вопрос по формированию повестки дня. Я, Антон Васильевич, вам тоже хочу задать вопрос. Первый, значит, с чем связано на сегодняшний день сессия, которая сформирована в Казахстане. Но, как я знаю, у нас состоялся расставор, значит, вы сказали, что на следующей сессии будет расплатываться проект бюджета 2020 года с ответственностью запроса. Отвечайте, я не готов пока проект быть позже. Он планировался на сегодняшний день. Я не ответьте, в связи с чем, значит, сформирована повестка дня. Я вам дальше хочу задать вопрос. Есть план законопроектных работ. В соответствии с планом, фракция, значит, мысла два законопроекта по внесению изменения в закон. Вы мне сказали, тем более, что заключение на эти законопроекты уже есть. Вопросы. Почему вопросы, которые унесены по плану, которые утверждены на сессии заседания, значит, так, почему они не вносятся, а вносятся какие-то скоропалительные вопросы, которые должны мы сегодня рассматривать в течение, значит, суток нам выдали документы, значит, так. По первому, не все рекомендации исключительно не даны. По моему мнению, дело в том, что вопросы, которые седьмой, восьмой, девятой, причины, они должны и рекомендованы быть Советом Народного Парламента в соответствии с регламентом. Вопрос. И Михаил Николаевич, председатель, на ком основании без рекомендации Совета, значит, рассмотрен на комитет. Кто вносил? Каким образом? Почему? Потому что непонятно. Вопросы, которые сегодня вносятся, они организованно штатного характера. В прошлый раз я вам предупреждал, что я говорил на начальнику управления, как там, по ракторности, так мы вносим. Каким образом носятся? Какие средства и все остальное? Взяли, плюнули на все дело, приняли это решение, а мы сегодня даже не знаем. Пожалуйста, я хочу сказать, почему два законопроекта, изменения, которые вносятся, фракции, соответственно, законопроекта, мы их нету. Хорошо, Николай, значит, вопрос действительно по бюджету имелось в виду рассматривания. Ну, не готовы сегодня наше правительство было представить. Мы ждали до последнего, что будет этот проект, но его нет. Дополнительное согласование у нас с поединением Семен-Фином, нет этого вопроса. Но нет, значит, рассматриваются те вопросы, которые остались. И мы их, соответственно, в плановом порядке рассматриваемся. Второй вопрос. То, что касается ваших инициатив. Да, в этом четвертом факте идет активное изменение законного выбора главы республики, а второй вопрос. Я думаю, что в спальном выборе написано, что мы пытаемся рассматривать, мы просто не все, потому что у нас выправили еще. А вот, кто еще не готов, я думаю, что мы не рассчитываем, что мы покупаем. Я так считаю, что мы будем это сделать. Вы грамотный, осторожный политик, довольно-таки. Вы же прекрасно понимаете, о чем я иду речь. Значит, сегодня, 7-8-9 вопрос, значит, в течение суток получили исключение. Сегодня председатель правительства республики Калмыкия по правительству сейчас в день наше осмотрение выносит, значит, и означает человек, который выручает. Ну, когда это все прекратится? Когда мы на календарах начнем, значит, закончим законотворческую работу? Ну, нельзя, в конце концов, так работать. Ну, кого вы вообще превратились? Вы же председатель комитета. Ну, где-то там на уровне этих комитетов. Надо, я купил этот вопрос, если нет, все равно, зачем его носить? Мало, что он, например, все-таки представит. Или вообще-то уши торчают, когда они будут все-таки носить эти предложения. А мы, как, извините, стадо одно место, значит, мы будем все-таки делать. Так нельзя что-то. Не говорю, что я буду в грамотных ситуациях. Вы зам, который курует кисельское хозяйство. Вы почему, зная, что это будет вопрос, уехали в отпуск, не принимали участие в подготовке этого вопроса. А, я отвечаю вам, значит. Я хочу вам сказать, что дело в том, что, в принципе, начало пандемии, значит, так, мы вообще не самоустранились, а устранились с тем, что председатель вообще не дает там, ни бабушей, ни филипируется. Он написывает нам документы и все. Мы на эти документы ставим свои подписи и отправим их заранее. Пример. Председатель поручил мне поучаствовать, значит, в открытии, значит, в неправильной доске Кичакова. Утром мне звонили, говорю, Николай Ванис, я сам пойду сам. Почему? Потому что там будет присутствовать глава республики Оммы, и поэтому, значит, председатель пошел туда. Какое неудобное положение? Меня его поставили, я его поставил, значит, вдвоем стоим, как я не знаю, кто был. И, к сожалению, например, извиняться должны за эту ситуацию, значит, так, дети, значит, Николай Ванис и Кичакова. Он бы весил разговор. Ну, что там говорить? Потому что на сегодняшний день открытое заявляю, значит, два зама, кроме председателя, собрание, значит, так, народного урала, если будет коммуния, значит, так, с администрации дали указание, чтобы мы вообще там не появлялись. Вы посмотрите, участие председателя народного урала мероприятия не освещается средством массовой информации. Я лично сказал, как это понимать? Высший орган, республика, комитет, законодательность, председатель, высшая должностная улица, значит, идет в мероприятии, его даже не упоминают. Хорошо, спасибо. Уважаемые коллеги, есть предложение, может, принять по повестке. Я требую за основу, но сейчас замечание, пожелание, поэтому, что вы сегодня перебиваете? Вы специально таким образом сбиваете смысл человека. Все равно же вы даете слово и все равно вы ставите на голосование. К чему вот эти все предирки, я не пойму. Это ваша технология, да? Мешать человеку, вы уже отложите это все. Все это уже устарело вместе с вами. Значит, по повестке. Вопрос седьмой. Что за срочность постановки этого вопроса, да, без оповещения депутатов? Вчера и сегодня утром у меня на электронной почте не было этого вопроса. Я пришел, сейчас удивился. То вы нас обвиняете, что мы тут поспешно вносим вопросы в повестку дня, с голоса. А вы нас вынуждаете, а при этом сами подаете пример. Утром, смотрю, появился вопрос о первом заместителе председателя Народного Курала. Какая необходимость? Когда мы с вас требовали и просили о включении вопросов по засухе, и его надо было включить своевременно, и требовали включить вопрос по ковиду, вы игнорировали и всячески оттягивали эти вопросы в 4 месяца. Какая острая необходимость вопросу ставить по первому заместителю? Вот, объясните людям. Мы, мои законопроекты, 10 законопроектов лежит у вас 2 года, вы их не рассматриваете. И, а здесь вот вопрос о первом заместителе вдруг понадобился. В угоду чему, я не пойму. Ну, спасибо. Я же тоже у вас не уточняю иногда, в угоду кому и чему вы работаете. Но я вам скажу, я пользуюсь своим правом. В законном правом председателя, в законном порядке я внес этот проект. Кадровые вопросы, они всегда носятся за день-два. С вами Николай Артеевич, я об этом сказал. Значит, действительно, я не нарушил правила. Я внес, исходя из статьи регламента, соответствующий вопрос. Все, спасибо. А мотивация какая? Вы имеете право, мы согласны. Вы внесли. Я вам задаю вопрос, в связи с чем возникла постановка этого вопроса в повестку. Мотивацию объяснить. Вы же целый председатель. Если мы вам не можем, вы нам делаете какие-то замещания. Вы нам объясните толково. В чем срочность и в чем необходимость? Вы внесли и срегламентом. Когда вы рассматриваете вопрос, я вам... Нет, сейчас ответим. Я же вам задаю вопрос. Ну, я пользуюсь правом председателя. Ну что вы... Почему тут... Я пользуюсь правом депутата. Я хочу дать от вас ответа. Жду. Я вам ответил, что мог. Уважаемый горячий. Что мог. А что не мог тогда? Что не мог? Я не интересуюсь, что не мог. Антолий Васильевич, получается, что вы из 7 минутных каких-то интересов вносите изменения в законы Республики Калмытия. И это не первый раз. Такое вы имеете право. Несмотря на то, что вы якобы формально не нарушаете рекламент, закон Республики Калмытия существует не для того, чтобы подвозьковать вашим интересам. Это закон Республики Калмытия. И изменения под обознанием вписанство и визгибы. А не те, которые вам нужны в данный момент времени. Вот это мне не нравится. На самом деле мы здесь сидим, как вы спросили, для чего? Не в чистых интересах. Мы здесь сидим в интересах тех избирателей, которые за нас проголосовали. За вас голосовали путем фальсификации. Я это приказом помню. Поэтому тут разговор... Вы даже не должны такой вопрос задавать. Это не тема разговора. Тема разговора в том, что я внес соответствие с законом. И вопросы, которые вы назвали седьмым и восьмым, они тоже внесены в законном установленном порядке. С заключениями. Установлены в законном порядке. Поэтому, уважаемые коллеги, будем рассматривать законы и высказывать свои предложения. Спасибо за замечание. Вы скажете свое мнение. Анатолий Васильевич, вы уважаете себя в конце концов? Я уважаю. Очень хорошо. Лучше вас. Готовите. Анатолий Васильевич, но все-таки вы председатель. Вы не отвечаете на вопрос. Мы же здесь, когда сидим в лесу... А вы же не поставили на вопрос? Нет, нет, вот мы не будем. Вы же там заветите. Нет, мы же не в лесу родились. Мы же сегодня четко и ясно говорим. Ответьте нам, пожалуйста, в связи с чем вы вносите седьмой, восьмой, девятый и девятый на эти вопросы? В связи с чем? Мотивируйся в связи. Я вам задал вопрос. Почему на совете не рассмотрены эти вопросы? Почему? Вы промолчали. Николай Николаевич мне не ответил. Объясните, почему тот регламент, который мы приняли, сами, в лесу вас, значит, мы нарушали его. Нет рекомендации совета. Там же написано, для чего в регламенте прописан совет. Там четко и ясно написано. Все вопросы организованного характера и все остальное. Все они должны быть низкие и получить рекомендацию совета. Не мы это писали. Кстати, под вашим вопросом регламент писался. Изменение, когда вы сели. Помните? Да. Вот. Поэтому какие нужно знать. Если вы, тем более, сейчас мы выносим, и мы имеем полное право узнать, здесь все вносят вопрос. Потому что это решается вопрос. Уважаемые аппараты. Из штатного расписания. Из штатного расписания. У нас что, лишние деньги появились там, в СССР. Вы не все объясняете? Уважаемые. Объясните, пожалуйста. Ну, про эти аппараты проехали. Вы уже проспали. Это вопрос раньше был. Значит, то, что касается ситуации, которая сегодня в повестке дня. Это принял решение комитет. Депутаты комитета. Приняли решение и рекомендуют сесть. И, пожалуйста, голосуйте. Не подходит. Вы скажете свои предложения, о чем вы сейчас говорите. Сейчас ажиотажки создавайте. Не мешайте. Вы все целые заместители. Вы что, корпоративному протесту поддаетесь? Уважаемые. Антон Васильевич. Антон Васильевич. Вы меня извините, пожалуйста. Я заместитель. Так заместитель задаю вам вопрос. Вы мне извините. Помест. Вот я и говорю, когда мы формируем помест, когда проголосуем, когда что мы будем делать-то. Я вам сейчас говорю. Объясните, на каком основании все это внести. Я сегодня задаю комитет, задаю вопрос. Почему не рассмотрим вопрос на совете народного хурала? Вы зачем писали реплайминг? Они сами зачем-то задавали. Пожалуйста, ответьте мне. На совете. Только Васильевич. Зачем ссылаться на комитет, если вы инициатор этого вопроса? О включении повестки седьмого вопроса. Вы отвечаете, что вы ссылаете на комитет. Я отвечаю, что комитет внес. И при рассмотрении вопроса мы все с вами обсудим. Есть предложение о повестке дня принято в целом. В проекте написано, вы инициатор. Вы подали этот седьмой вопрос. Повестка. Я вас выступаю. Не надо засухинивать вопросы. Уважаемые коллеги, прошу проголосовать. Уважаемые коллеги, вопрос ставится за повестку дня в целом. Большинство достигнуто, решение принято. Мы продолжаем нашу работу. Уважаемые коллеги, рассматривается первый вопрос в повестке дня об утверждении дополнительного соглашения с соглашением о предоставлении бюджета Республики Калмыкия из федерального бюджета бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета Республики Калмыкия, заключенных между Министерством финансов Российской Федерации и Правительством Республики Калмыкия. Вносится в правительственном республике докладывается, что к чему, о чем Санжевич первый заместитель. Пожалуйста. Уважаемый Анатолий Васильевич, уважаемые депутаты, ваше внимание представляет основной дакон об утверждении дополнительного соглашения о предоставлении бюджета Республики из федерального бюджета бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета, заключенных между Министерством финансов Российской Федерации и Правительством Республики Калмыкия. Здесь я хотел бы сказать, что в 2017 году в стране была запущена программа республициализации задолженности по бюджетным кредитам. То есть, начиная с 2017 года регионы возвращают бюджетные кредиты в соответствии с установленными графиками, а новые бюджетные кредиты не предоставляются. Для реализации программы республициализации были утверждены правила, они были утверждены в постановлении правительства Российской Федерации. В соответствии с этими правилами субъектов Российской Федерации имелась обязанность заключить дополнительные соглашения к тем соглашениям, которые были подписаны ранее в рейтинге доставления бюджетного кредита из федерального бюджета. И данные дополнительные соглашения не должны быть утверждены законным субъектом Российской Федерации. Первое дополнительное соглашение было подписано, как я уже сказал, в 2017 году. Оно утверждено в начале 2017 года. В 2019 года менялись правила, условия республициализации принимались постановления правительства Российской Федерации, соответственно, подписывались новые дополнительные соглашения и не утверждали законам субъекта Российской Федерации. В текущем 2020 году постановлением правительства Российской Федерации 30 апреля, в номер 619, внести не изменения некоторые акты правительства Российской Федерации, были внесены изменения в программу реструктуризации. Первое, что было сделано, это были определены троки реализации программы реструктуризации. То есть, если первоначально было 7 лет, то теперь был увеличен трок в год. В начале 5 лет на 12. То есть, программа реструктуризации теперь работает до 29-го года включительно. Соответственно, и по каждому году были изменены суммы возврата. В 2020 году, в соответствии с последствием с последствием ситуации с распространением коронавирусной инфекции, регионам позволено не возвращать безвестные кредиты, соответственно, с графиком. Начиная с 2021 по 2024 годы суммы, они уменьшились до 5%, если это денежное выражение, то это по 100 миллионов ежегодно. Но если брать действующие, до того, что был установлен в график, то по 2024 году это было 20%, а в абсолютном выражении это почти 400 миллионов рублей. И, соответственно, все освобождаемые средства в результате снижения объемового адреса, они должны быть направлены в первую очередь на сфинансирование национальных проектов, второе, это на создание инфраструктуры для реализации проектов. Ну, я еще забыл уточнить, что начиная с 2025 по 2029 сумма остаток взросленности возвращается равными частями в течение этого четырехлетнего периода. и еще один нюанс, то что после средств освобождаемых вкладываются в инфраструктуру, проект реализуется и после реализации проектов, зачитывается соответственно, как вы знаете, налоги. И та сумма налога, которая поступает в федеральный бюджет, ну, допустим, на эту сумму налога списывается за должность. Это тоже, я думаю, достается такой удобный, оптимальный инструмент для того, чтобы снизить нагрузки на региональные бюджеты. Соответственно, изменились условия программы реструктуризации, было подписано соглашение с Министерством финансов и правительством Республики Калмуты. И сегодня предлагаю закон о истории Калмуты выходить данное запорученное соглашение. У меня все, спасибо за внимание. Заклад закончен. Пожалуйста, вопрос. Пожалуйста, Клани. Уважаемый Ачерстан Жич, объясните, пожалуйста, речь идет о сроках заключения соглашения с Министерством в России или речь идет о конкретных размерах бюджетных кредитах, в которых будут выделены республики. Если будут выделены республики на таких основаниях, спасибо. Здесь идет речь о дополнительных соглашениях. Здесь меняются графики возврата и суммы возврата. То есть, если раньше было это по 27 лет, это по 25, а теперь по 24, 25, а теперь по 29. То есть, увеличились сроки возврата, уменьшились, соответственно, по годам, собрать 21-24 годы суммы возврата. И изменились условия. Если уменьшается сумма возврата, туда мы можем обрабатывать эти освобождаемые средства и еще позволено регионам на сумму налогов списывать в зоне использующих кредитов. Я думаю, что это оптимально. И просто сейчас регионам появляется такая возможность, что они теперь не могут не отвлекать свои средства, что-то из доходов, полученные доходы, направлять на расходы, а не на возврат кредитов. Если идет получение налогов, уплата налога, виден, допустим, того же НД, соответственно, эту сумму НДС будет специально за должность. Новых кредитов бюджетных, здесь в федеральном бюджете сейчас не выдается. Это уже история на 2018 год. Сейчас с этим бюджетным кредитом мы только работаем, это с кредитическими, краткосрочными кредитами. Здесь тоже для региона в этом году пошли навстречу, увеличивая сроки пользования бюджетным бюджетным кредитом. То есть, срок сейчас, это 186 месяцев. Но срок бюджетных кредитов в текущем году, бюджетный кредит, это 25 ноября, не позже. Обязательно мы его должны вернуть. Следующее время, даже самое главное, миллиард 985, это тот оттенок за должность, который вошел в программу реструктуризации. В течение 19-го, 18-го года, и в следующем году, в программу реструктуризации бюджетных кредитов. Наталья Кирилловна. Я понимаю, что это соглашение Минкен-Республики, то есть, Китайской Федерации, пошло навстречу регионам в связи с тяжелой ситуацией, связанной с этой ситуацией с пандемией. И, конечно, нужно поддержать это соглашение. У меня вопрос по госдолгу Республики Калмыки. Вчера на комиссии я задавала какие-то вопросы. И вот у меня возник такой вопрос. Смотрите, вы сказали, что на 1 ноября этого года госдолг Республики составляет 5 миллиардов, а 749 миллионов, да? Из них, значит, 500 миллионов, это как разносрочные бюджетные кредиты. Так было, да? Которые мы должны вернуть, как вы сейчас только что озвучили, до 25 ноября этого года. Вчера была произнесена такая фраза, что они привлекаются в основном для подпрытия кассового раздума. Но, с другой стороны, мы знаем, что добрую долю в этом госдолге занимают коммерческие кредиты. Вот недавно прошла информация в СМИ, что коммерческие кредиты, привлеченные Республикой Калмыки, Сбербанке в этом году срочно поставили 1 миллиард 550 миллионов. И недавно, значит, буквально вот уже в ноябре месяце, в Росбанке, Калмыки собираются привлечь еще 300 миллионов рублей. Я так понимаю, это как раз на покрытие тех 500 миллионов, которые мы должны вернуть в 25 ноября. То есть, получается, что мой праздновый разрыв, который обязан, в общем-то, предполагается, что должны покрыть за счет собственных доходов несостоятельный покрыт. Которые расходы, вы же понимаете, что это исполнение бюджета, оно или нет? Ну да, мы должны покрыть за счет выразрыв. Мы привлекали краткосрочные бюджетные кредиты именно под эту цель, да? А, следяя с тем, что мы сейчас срочно привлекаем 300 миллионов Росбанки под 5,5 процентов за долой, какой вывод можно сделать? Что мы не можем собственными доходами закрыть 500 миллионов. Коммерческие кредиты в течение этого года привлекались они в первую очередь, ну, вы видите, это на последний дефицит, который был связан с необходимостью финансирования мероприятий. Можно я скажу конкретно по коммерческим ситуациям? Чем было, вы видите, да, здесь есть рост, он обстан тем, что необходимо было привлекать кредиты для того, чтобы финансировать мероприятия по противописи распределенного коронавирусного аспекта. Это первое. Второе, коммерческие кредиты в течение года они привлекаются на рефинансирование. То есть, в течение этого года вы знаете, это компактный жалко-ручевую ставку до 4,5. Соответственно, регионов есть обязанность по той же программе структурализации иметь кредиты коммерческие не высшие ставки 5,5%. Соответственно, привлекались более дешевые кредиты под более низкие ставки. Ну, а в части привлечения наяковского кредита, да, я скажу, это своего рода мы делаем своего рода резерв. Сейчас мы там отрелируем доходы для возврата коммерческого кредита. Здесь не хватит средств в размере части этого кредита. Но до течения до конца года я думаю, что необходимо и мы будем это делать сближать объемом государственного года. Потому что мы организовываем все доходы и в чем в частности работать и с виберальным центром в части привлечения дополнительных станций о помощи. У меня второй вопрос. Можно я сразу задам, чтобы не отвлекаться? Значит, вчера, отвечая на мой вопрос, вы сказали, что всего на противодействие распространения коронавирусной секции в Калмыкии было потрачено такие суммы 890 миллионов из федерального бюджета и 700 миллионов из республиканского бюджета на 1 ноября этого года. Такие цифры были отлучены вчера на комитете. В то же время на последней сессии 22 октября у нас был парламентский чай, был приглашен министр здравоохранения, который озвучил несколько иные суммы. Вот я хотела бы, чтобы сегодня здесь присутствует председатель правительства, чтобы не вводили депутатов в заблуждение. Потому что, когда министр озвучивает сумму, которая, ну, в разы почти на 700 миллионов отличается от той суммы, которую вы озвучиваете, вот мы не знаем, каким цифром леется. Это уже не в первый раз. У нас и председатель Курала частенько вводит депутатов в заблуждение. Не хватало еще, чтобы нас вводили в заблуждение представители правительства. Вы как-то определитесь и озвучивайте, ну, реальные цифры. Вот я должна войти, каким цифрам не поверить. Позвольте мне ответить на этот вопрос. Так, отвечай. Дата была 22 декабря, после этого знаете, октября, после этого у нас состоялся, знаете, ряд совещаний президента, поэтому в этом совещании в публике были выделены дополнительные прессы. Соответственно, те же федеральные деньги, я вам сказал, 890, из этой суммы почти 400 миллионов это было получено в конце октября, в начале ноября. О них мы как раз-то, ну, 2 октября не было, они известно. И части республиканского, части республиканского бюджета, я тоже могу сказать, что ежедневно, тоже мы, еженедельно ситуация меняется. То есть, сегодня мы профинансировали, мы предусмотрели, завтра направляется администрирование правоохранения заявку, что необходимо выделить дополнительные менты на предметение лекарственных средств, в частности, даже у нас вот была ситуация, вот 50 миллионов выделяли на лекарственные препараты, это дополнительно, эта вот история была уже вот после этой даты. Поэтому, они пишут каждый день, можно сказать, каждую неделю они имеются. То есть, вы хотите сказать, за две недели у нас было выделено на противодействие распространению коронавирусной инфекции в республике почти та же сумма, которая была потрачена с марта месяца по сентябрю, по порядку сентября. Давайте здесь немножко еще отличать понятие 890 это предусмотрено. То есть, это право. А вы не получили еще? Можно ответить? 890 это предусмотрено, профинансировано, 400 миллионов. Те 400 миллионов, которые мы сейчас получили, вы же знаете, чтобы их сразу финансировать мы не можем. Это будет контракт, после контракта поставка, потом финансировано. Это будет само финансировано в течение ноября, к концу номера. и... Спасибо. Еще вопросы есть у нас? Так, значит, уважаемые друзья, нам, Сыр Викторович, разрешение, пожалуйста. Вот сейчас, я соглашусь с Александром, потом вам, пожалуйста. Александр Иванович, у меня как раз уточняющий вопрос в продолжении темы на последние конечные цифры по мероприятиям на ковид на сегодняшний день озвучите, федеральный бюджет будет, спасибо. Сыр Виктория Александровна, 890 предусмотренность федерального бюджета, из которого профинансировано 400 миллионов. И республиканский бюджет, предусмотренного по 700 миллионов. Это... Но... Вы сами понимаете, да, из них профинансировано 700 миллионов, но вы сами понимаете, по республиканскому бюджету эта сумма до конца года будет расти. У нас это, вы понимаете, это и симулирующие выплаты врачам, медицинских работников и необходимость в третий день это, если не вважаем психификацию, это взять. Спасибо. На следующее. Вот, в Ингушетии практически ввели внешнее управление, да, хотя показатели у них и по доле привлеченных коммерческих кредитов у них 0, на 60%. У них 100% государственных кредитов. И долг по сравнению с собственными доходами у них там составляет 27%, да, у нас уже больше 90%, 93% что ли. И не сравнимо. Вот, да, работа правительства в чем заключается? Вот, как вы работаете? Почему вы берете только коммерческие кредиты? Не берете государственные? Спасибо. Уже не дают, я понимаю, да, но тем не менее те субъекты почему-то имеют такое же отношение. значит, вовремя надо было работать, вовремя действовать, потому что ну, таких показателей по коммерческим кредитам, привлеченным субъектами, только мы рекордсмен. Значит, или до этого не дорабатывали, или сейчас не поймете вообще, что делать. Берете коммерческие кредиты вот балом, просто вот за последний год уже почти 2 миллиарда, да, вы взяли? Ну, привлечение кеммерческих кредитов я же обосновал в этом году причиной привлечения кеммерческих кредитов это необходимость финансировать мероприятие по коронавирусным секциям. Необходимо было приобретать проект. Наталья, я предупреждаю, если будет рекритив из моего ведома, необходимо было приобретать лекарства, оборудование, необходимо было выплачивать стимулирующие выплаты. А в части соотношения госдога тут мы не рекордсмен. И нужно еще сказать, что если вводится внешнее управление, нужно еще смотреть и объемы сервисов, объемы кредитов и затроны. Здесь у нас, кстати, за последние два года мы как раз не поработали, частью с него может выточнить органам по работе. Все, спасибо. А если можно, пожалуйста, госдога где-то в конце в рейтингах, во всех практически. И, соответственно, тоже есть такая угроза, что мы можем попасть под это внешнее управление. Вот вы можете сказать примерно, какие вот прогнозы, и у вас же, наверное, есть, либо пути решения данной финансовой бюджетного бюджетного кризиса, либо пути решения его, либо мы все-таки идем туда, то, что в итоге попадем под внешнее управление. Вот тут какие-то такие прогнозы, и есть ли пути решения. Задача минимума сохранить, не увеличить долг, который сейчас мы имеем, сдачу максимум не снижать. Это первое. Второе, но я вас обратил по внешнему управлению, там не только какой-то долг, там и объем хедитовской заботы тоже фиксируется, подчиняется маниколе. И последнее, но нужно еще смотреть, а последние там годы, даже в этот год и прошлый год, давайте посмотрим, а что с расходной частью, какие расходы мы финансируем, тоже дорожный фонд вы же видите, финансирован, посмотрите, в прошлый год. Дорожный фонд сейчас за счет нас проектов. Я об этом говорю, но второе, под нас проекты тоже финансируем, вы возьмите и тоже у министра уточните дорожный фонд и нас проект, что такое нас проект дорожный фонд, к какому объему финансируем, из федерального бюджета, всего лишь 200 миллионов, объем дорожного фонда миллиард 800, вот миллиард 600 это собственных средств, есть объекты, которым необходимо вкладывать свои, чтобы его застроить, и поэтому нужно посмотреть, а что зарплаты, вы посмотрите, но зарплата повышается, это же тоже не средство, мы сейчас массфонд зарплаты, то есть один республиканский дюджет месяц это полмиллиона. Но у вас пути решения выхода из этого, я понимаю, что... Сейчас задача это удержать долг и его уменьшать, по части для этого необходимо что? Мы работаем в доходной части. Но долг там настолько растет? Сейчас задача его удержать. На каких уровнях? Минимум задачи на этом уровне, который сейчас есть. 5,6 да, там, 5,8 5,9 почти, 5,8 но пока это на ДНЦ, конечно. Спасибо. А как по дорожному фонду, вы говорите, в чем ваша заслуга? По дорожному фонду, какая заслуга? Увеличение дорожного фонда или там софинансирование? Это от вас вообще от республики не зависит? Вы начали говорить про прошлый год. Можно сравнить прошлый год объемки на Северный дорожного фонда и текущие ситуации с исполнением подорожного фонда? Мы видим, да, было там 200-700 миллионов, сейчас больше, но это не ваша заслуга. В чем ваша заслуга? Вы что, инвесторов сами привлекли? Или вот у нас там КАО нефть подпольно вывозит нефть? Да вы же не реагируете. Ни правительство, ни правоохранительные органы, никто. Нефтевозы как ходили, так и ходят. Вот там вы выпускаете дорожный фонд увеличения акцизов. И Лукоил налоги перечисляет Астраханской области. Вот где ваша работа должна быть. Почему они, работая на нашей территории, не перечисляют нам деньги? Лукоил выплачивает. Вы ограничиваетесь бусами, действительно пишут в интернете люди, мелкими подарками, подачками, а не решаете глобально серьезные вопросы. И по Лукоилу, да, где это наконец соглашение сверхсекретное. Почему его не опубликуют? Официально соглашение между Республикой Калмыкия и Югой компанией Лукоил. Оно существует, но оно спрятано, потому что некоторые лица получают там свои доходы. Есть еще участие Лукоилу у нас со стороны бюджета вопросов нет, компания платит налоги налог на прибыль. С 22 года налог на налог на прибыль не хватит. И даже от того, что компания пользует структуру КГМ, от этого республика даже больше выехала. Спасибо. Планица на Астраханску 7 миллиардов. Да вы по спорте вот с теми буровыми установками, которые стоят на прибрежной полосе, там наша территория всегда была, территория там Иван-Караула и прочее. Поэтому вот там ваши работы вообще не видно. Кто-то там получает взятки, а вы вообще сидите, носа не оказали по этому вопросу. Еще там приписываете себе увеличение дорожного фонда. Я не приписываю себе увеличение дорожного фонда, я просто пытаюсь обратить внимание ваше на исполнение расходной части бюджета. Какие сейчас ставят, какие финансированы, сколько они увеличили. Я про это хочу сказать. И сравните просто в прошлое буду посмотреть. Я говорю, ваши заслуги в этом деле. Я не говорю. Вы так и говорите. Нам же случай подарил вот такую сумму. Понятно. Нацентрикс, я вас еще раз проявляю, просто как коллегу, прекратите без разрешения вмешиваться по каждому поводу. Ну вот я такое право и имею. Понимаете? Я же сижу тут для того, чтобы как-то мы друг друга слышали. Вы сидите, чтобы на наши вопросы отвечать прямо. Вы от них ускользаете. Я сижу, чтобы обрендовать работу парламента. Вы мне не рассказывали, чем я делаю. Вот первую часть я требовал организовать в таком дистанции. Вы же ее не выполняете. Есть еще желающие? Нет. Пожалуйста, решение комитета. Добрый день, коллеги. Разбашенные. Комитет на право парламента республики Калмыкии по бюджету экономической политики и заниматься собственностью. Рассмотрел проект закона республики Калмыкия в объявлении дополнительных соглашений с соглашением с реактором бюджета республики Калмыкии и сегенерального бюджета бюджет предъявил для частичного покрытия этих специалистов бюджет республики Калмыкии заключенного между Министерством финансов Российской Федерацией и правительством республики Калмыкии решил рекомендовать право парламента республики Калмыкии в виде департамента проекта. Уважаемые коллеги, решение комитета озвучено. Возникли вопросы? Нет. Согласно регламенту, перед тем, как ставить два голоса на голосование, председатель председатель, вовсе на сессии, должен озвучить формулировку того вопроса, за который мы голосуем. Но ни разу сколько из сессии мы не я всегда говорю о том, что у вас на руках есть проект постановления. Нет, нет, я знаю, пожалуйста, решение комитета. Зачитали. Да, уважаемые друзья, если надо зачитывать, я буду зачитывать. У вас перед глазами находится решение по каждому вопросу. Я всегда говорю, уважаемые коллеги, в связи с тем, что решение комитета озвучено, перед глазами у вас решение комитета, решение постановления нашего народного курала, прошу определиться по голосованию. Там черному, по белому написано по утречению дополнительного соглашения к соглашениям о предоставлении бюджета республики Калмыкия из федерального бюджета, бюджетных кредитов для частичного покрытия бюджета республики, заключенных международным институтом финансовым соответствием и правительством республики. Так огласит вопрос. Постановление на руках прошу определиться, если так удобнее вам. Большинство достигнуто, решение принято, спасибо, уважаемые коллеги, спасибо, присаживайтесь, мы рассматриваем второй вопрос поездки дня. Поднесение изменений в закон республики о комиссиях поняла несовершеннолетних и защите их прав в республике Халмыкия. Вносится прокурорам республики поручен доложить старшему помощнику прокурора республики Гординовой Ирине Николаевне. Ирина Николаевна, пожалуйста, вам. Добрый день, уважаемые депутаты. Представлен вашему вниманию законопроект, разработан с целях актуализации отдельных положений республиканского закона о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав республики Халмыкия, а также в целях урегулирования отдельных вопросов деятельности комиссии. Проектом закона скорректированы полномочия комиссии по делам несовершеннолетних, требования обхода от уходящих в нее членов, периодичных заседания в комиссии. Кроме того, представленным законопроектом предлагается Республиканский закон дополнит четырьмя статьями, которые предусматривают порядок рассмотрения комиссий материалов дел, не связанных с делами об административных правонарушениях, применение мировых действий, подготовки и направления комиссиями, отчетов о работе по профилактике безнадзорности и правонарушениях зашинолейства. Урегулирование названных вопросов позволит упорядочить деятельность муниципальных комиссий и разрешить возникавшие в их деятельности вопросы. Законопроект корруппсогенных факторов не содержит, его принятие не потребует выделения средств из цикландского бюджета. Прошу депутатов поддержать специальный законопроект, принять его в обществе. У меня все. Благодарю за внимание. Уважаемые коллеги, есть вопросы? Кирилл Николаевна. По проекту есть предложение? По проекту есть предложение? Если нет, вопрос. Есть предложение. Вопрос есть у Баккина. Пожалуйста. Уважаемая Николаевна, я хочу сказать, что выразить, наверное, большое спасибо прокуратуре и служит, и вы уже не в первый раз совершенствуйте данный законопроект. Тема действительно актуальна. С учетом отчетов и министра МВД, которые звучали у нас на площадке в Народном курале. Поэтому совершенствование данного законопроекта необходимо. Прошу коллеги поддержать. Спасибо. Уважаемые коллеги, есть предложение? Нет. Включение комитета, Михаил Николаевич. Уважаемые коллеги. Решение комитета озвучено. Не возникло вопросов? Если нет, проект постановления у вас на руках. Он голосит так. По внесению изменений в закон Республики Колумбия о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав Республики. Прошу проголосовать и выжать свои отношения. Прошу проголосовать и выжать свои отношения. Марина Петровна, я здесь, пожалуйста. Уважаемый Анатолий Васильевич, уважаемые депутаты, на ваше рассмотрение представлен проект закон Республики Колумбия о внесении изменений и дополнений в закон о региональном материнском капитале. Отмечу, что указом президента Российской Федерации 21 июля 2020 года, номер 474, утверждены национальные цели развития Российской Федерации до 2030 года. И, соответственно, вопросы сохранения населения и устойчивого роста численности населения являются ключевыми в рамках деятельности правительства и органов исполнительной власти до 2030 года. Предоставление выплаты и предоставление регионального материнского капитала с 2019 года мы интегрировали в региональную составляющую национального проекта «Демография». И, соответственно, с 2019 года эта выплата предоставляется по нашему проекту «Демография». В целом, предоставление регионального капитала у нас с 2012 года и право на данную меру социальной поддержки имеют семьи, которых начиная с 1 января 2012 года родился третий или последующий дети. Практика реализации закона о региональном материнском капитале показала его востребованность и актуальность. Отмечу, что за период с начала реализации закона мы дважды продлевали его действия, первый раз до 2018 года, затем до 2021 года. Мы с вами совместно с депутатами расширили направление использования регионального материнского капитала, а также был снижен возраст ребенка, по достижении которого можно распоряжаться средствами регионального материнского капитала. Увеличение размера регионального капитала с 1 января 2019 года увеличен до 100 тысяч рублей. И, соответственно, в текущем году для лиц, у которых право на региональный капитал возникло с 1 января 2012 по 31 декабря 2018 года, составляет 67 501 рубль. А уже для лиц право на получение регионального капитала, у которых возникло с 1 января 2019 года, размер его в 2020 году с учетом индексации составляет 103 800 рублей. Значит, по состоянию на 1 ноября текущего года с начала реализации закона всего выдано 7 463 сертификата. С 2013 по 1 января 2020 года 3487 граждан, или 46% от владельцев ССССР, воспользовались средствами регионального капитала. И, соответственно, не распределились пока 3976. Необходимо также отметить, что в 2020 году федеральным законом от 1 марта 2020 года номер 35 ФЗ о внесении изменений в отдельный законодательный акт Российской Федерации по вопросам, связанным с распоряжением средствами материнского семейного капитала и доставление федерального продлено до 31 декабря 2026 года. С учетом изложенного и учитывая приоритеты деятельности и правительства Российской Федерации, и правительства Республики Калмыкия, мы предлагаем продлить срок действия регионального материнского капитала до 31 декабря 2026 года, что нашло отражение в предоставленном в этом проекте. По проекту закона все, если есть какие-то вопросы, я могу ответить. Уважаемые коллеги, пожалуйста, вопросы. Можно реплику? Так, пожалуйста. У меня не вопрос, реплику. Реплику тоже, пожалуйста. Можно. Я хотела поблагодарить правительство Республики Калмыкия, сама как многодетная мама, понимая, насколько это важно и не так, что растет региональный материнский капитал, и с 2012 года он вырос в два раза, и расширение возможности потратить, использовать данный материнский капитал все время расширяется. Я думаю, что такие законопроекты обязательно надо поддерживать. Спасибо огромное. Я думаю, вы вообще не умеете разговаривать. Одну минутку. Значит, я вас второй раз предупреждаю. Второй раз предупреждаю вас. Человек два года молчал, и вы заговорили. Я вас предупреждаю. Поэтому мне выводить. Нет, нам, сыр Викторович, я попрошу более уважительно относиться к женщинам в первый раз. А во второй момент, вы записываете данные, данные заседания. Если вы посмотрите заседания, то работает у нас, в частности, и я в том случае. Поэтому, пожалуйста, не надо такие позволять в мой адрес, тем более. Спасибо. Я еще раз предупреждаю. Если будет третье предупреждение, я вас лишу слова, так как заседания. Вы не дадите слово? Да, я продолжаю разговор. Пожалуйста. На самом деле, я считаю, что мой коллега должен поблагодарить первую очередь федеральное правительство, за то, что раздается у нас капитал. Это само собой, конечно. Я считаю, что проект нужно поддержать. В общем-то, вопросов нету большинства факультетов. Вы проголосали? Уважаемые коллеги, есть еще? Пожалуйста. Уважаемая Марина Петровна, у меня вопрос. Речь, конечно, идет, это хорошо, о продлении срока выплат регионального материнского семейного капитала. Это достаточно серьезная региональная мера поддержки. Но я возвращаюсь к 16-й прошедшей сессии Народного Курала. В присутствии председателя правительства Кирилл Викторовича Зайцева было обращение, в том числе, от меня, как от первого заместителя председателя Народного Курала предусмотреть и расширить меры региональных мер поддержки в условиях пандемии в многодетном семе. Это один из моментов. И у меня в связи с этим вопрос, Марина Петровна, прорабатываются ли дополнительные меры поддержки по данным категориям людей? Спасибо. Да, согласна она. Спасибо за вопрос. Но в этом году мы приняли указ главы о дополнительной поддержке семей имеющих детей. И, соответственно, все дети из малообеспеченных семей, в том числе малоимущих семей в возрасте от 8 до 18 лет были охвачены дополнительной поддержкой за счет средств средств бюджета. Понятно, что это была разовая поддержка, так же, как и на федеральном уровне. Но, тем не менее, дополнительные расходы республиканского бюджета составили более тысячи миллионов рублей. Кроме этого, мы в конце 2019 года при поддержке депутатов внесли изменения в закон о поддержке многодетных семей, в соответствии с которым делили с 2020 года дополнительную выплату в размере 5 тысяч рублей на подготовку к школе. То есть эти два направления дали в общей сложности более 100 миллионов дополнительных расходов только в текущем году. Соответственно, кроме этого, на федеральном уровне все те меры, которые были в полении пенсионного фонда, это более 1 миллиарда рублей, если быть точнее, 1 миллиард 168 миллионов рублей направлено на поддержку семей именно в Республике Калмыкия за счет средств пенсионного фонда. И более того, дополнительная выплата, которая реализуется с 1 января 2020 года на территории всей Российской Федерации, это дополнительные выплаты на детей. В возрасте от 3 до 7 лет исключительно. И здесь Республика софинансирует эти расходные обязательства. И по цене текущего года более 800 миллионов рублей будут направлены тоже на это мероприятие. Поэтому были дополнительные расходы как на поддержку семей, так и в части софинансирования расходных обязательств по получению субсидий из федерального бюджета. Но мы мониторим ситуацию, изучаем опыт регионов. И понятно, что в рамках формирования бюджета 2021 года возможность вносить и корректировать, усовершенствовать и вводить дополнительные меры, расширять меры поддержки. Они прорабатываются как на федеральном уровне, так и на региональном. У меня все-таки уточняющий вопрос. Марина Петровна, о принятых мерах и софинансировании эти моменты мы в принципе все знаем. Я говорю о новых дополнительных региональных мерах, кроме той, которую Вы озвучили для подготовки детей в школу. Презусматривается правительством. Спасибо. На сегодня в рамках формирования и корректировки национальных проектов, в том числе национального проекта «Демография» прорабатываются дополнительные мероприятия. Но пока так поговорите не преждевременно. Хорошо, спасибо. Если больше нет вопросов, нет. Решение комитета разумов нет. Уважаемый Анатолий Васильевич, уважаемые депутаты, приглашенные, комитет народного права рассмотрел и нагласно принял решение и персонально рекомендует народному праву в парламентах принять данный законод. Уважаемый, решение комитета озвучено. Есть какие-то замечания? Нет замечаний. Проект находится у вас на руках. Как говорит Наталья Террина, надо его огласить. По внесению изменений в закон республики в оригинальном материнском семейном капитале этот проект на руках. Прошу с учетом мнения комитета. Пожалуйста. Восемство достигнуто, решение принято. Спасибо, уважаемые коллеги. Ис просматривается четвертый вопрос по повестке для дня по постановлению размера определенной величины среднедушевого дохода для процесса социальных услуг бесплатно в полны в 2021 году. Вносится правительством доклады и кредитства. Пожалуйста, документы у нас на руках, можно очень быстро. Уважаемый Дорогович, уважаемые депутаты, этот закон с 2015 года относится правительством ежегодно, направлен на реализацию федерального закона 442-го об основах социального обслуживания населения Российской Федерации, а также соответствующего закону Республики Калмыкия о социальном обслуживании населения Республики Калмыкия. И, соответственно, ежегодно мы должны утверждать законодательным актом субъекта Российской Федерации полуторакратную величину прожиточного миллиона для основных социально-демографических групп населения для предоставления устанавливающих услуг бесплатно. На предыдущей сессии мы утвердили прожиточный минимум пенсионеров Соответственно, полуторакратный размер предлагается к утверждению исходя из утвержденного размера, а прогнозная величина прожиточного минимума предоспособного населения рассчитана по методике с учетом индекса потребительских цен на 3-4 квартал и на 2021 год. Соответственно, полуторакратную величину прожиточного минимума пенсионеров предлагается утвердить в объеме 13 459 рублей и 5, полуторакратную величину прожиточного населения 16 651,5. Данный законопроект направлен именно на поддержку, прежде всего, малоимущих граждан из числа пожилых, которые находятся на социальном обслуживании. Соответственно, те, кто имеет доход ниже этой предельной величины, они получают социальные услуги бесплатно. По состоянию на 1 ноября в 3.280 у нас всего получателей из числа граждан пожилого возраста и дни 563 получают социальные услуги бесплатно. По расчетам предварительным количество лиц, получающих бесплатные услуги, увеличится с 563 до 664. Это расчетная дата? Вопрос? Пожалуйста, Максимович. Ну, хоть это вопрос, решенный федерации, но, тем не менее, я тоже хочу поблагодарить правительство Калмыкии за заботу, как человек, имевший статус многодетного отца. Спасибо, Марина Петровна. Спасибо, Юрий Викторович. Так, пожалуйста. У меня вопрос наступающий. Одну минутку. Я предпроцессу. Уважаемая Марина Петровна, у меня вопрос тоже. Возвращайте я в 16-е очередной сети Народного Урала. Все-таки в условиях распространения новой коронавирусной инфекции будут ли дополнительные региональные меры поддержки гражданам пожилого возраста? Мы обсуждали это при принятии закона о введении новой категории людей-дети войны, достаточно серьезной региональной меры поддержки в губерей Победы. Но, тем не менее, как бы, что заполнительно при обсуждении будущего 100-летнего бюджета по гражданам пожилого возраста в условиях ковид предусматривается правительством? И предусматривается ли? Спасибо. Глаза, Анна, ну, как вы уже говорите... Да, дополнительные обязательства в текущем году, в 2020 году, республика принесла в связи с введением тех выплат, о которых сказала Сургла Ашстанна. Сейчас в рамках формирования трехлетнего бюджета, безусловно, нами, как социальным ведомством, прорабатываются вопросы, но все зависит от возможности бюджета. Поэтому на сегодняшний день я не могу точно отзвучить, какие меры поддержки дополнительно будут введены, но в рамках совершенствования тех направлений, которые у нас на сегодня определены основными законами по поддержке граждан старшего поколения, они возможны к расширению и совершенствованию. Спасибо. Ну, у меня также вопрос касается пенсионеров. Значит, я все-таки считаю, что на то, что здесь и два старого сезона, например, замужена увеличена прожиточного минимума пенсионера в республике Кармахия в размере 8973 рубля. Как вы помните, я задавала вам вопрос. Ваши министерства мониторируют, реконсорируют цены продуктов питания, которые используют продуктов питания. Вы сказали, что это не ваша компетенция. Я понимаю, что министерство заняется с другими вопросами, но я все-таки склонна считать, что это ваша компетенция, и вы должны создать рабочую группу по контролю, в общем-то, за ценами. И у меня такой вот получается, пример, заниженную величину прожиточного минимума пенсионера. Ну и теперь уменьшаем количество тех пенсионеров, которые могут бесплатно, в общем-то, пользоваться социальными условиями. Так же? У нас заниженная, в общем-то, сумма 13355,9,5. То есть, вот, сказав А, мы сказали Б. Тем самым, мы часть пенсионеров, просто, часть пенсионеров мы не предоставим социальные услуги бесплатно. И я хотела бы задать вопрос, подражение вопроса с обманом Александровной. Значит, вот, я пыталась провести законопроект о единовременной выплате пенсионерам, даже не всем пенсионерам, а тем, кому за 65, 65 плюс, да, единовременная выплата до смеи 5 тысяч. К сожалению, на уровне комитета этот законопроект не прошел, как вы говорите, естественно, без отсутствия денег в бюджете. Так вот, у меня вопрос. Вы можете обеспечить наши пенсионеры, когда быть те, кому за 65 плюс, средствами индивидуальной защиты перед пандемией, масками, перчатками, они и так, в общем-то, достаточно наказаны. Они не так часто выходят из дома, они выходят за продуктами питания. Но вот я недавно, я уже как-то отлучивала это, в небольшом магазине шаговой доступности, передо мной берет пожилая женщина продукты питания, булку самого дешевого хлеба и пачку роута под запись. Под запись. И это в центре города Элисты, это не ассердер, это не маленькое тело, это центр города Элисты. Булку хлеба самого дешевого и пачку роута на под запись. После этого я поинтересовалась у продавца, покажите мне эту книгу вашу под запись. Она говорит, вы знаете, за последние месяцы у нас резко увеличилось количество тех пенсионеров, которые берут продукты питания под запись. Они в конце месяца получат пенсию, всю эту пенсию, добрую часть пенсии, отдадут этому магазину и опять будут брать под запись. У них нет денег даже при обеспечении средствами индивидуальной защиты. Мы встречаем пенсионеров, у которых эти маски грязные. Они эти маски, у вас, я не знаю, неделю, две. Давайте хотя бы... Я задаю вопрос. Давайте предусмотрим бюджеты следующего года средства, да? На выделение пенсионеров или хотя бы обеспеченных средствами индивидуальной защиты. Хорошо, спасибо. Так это мы просматриваем. Так, в честь вопросов, Дарья Сергеевна. Ну, в прошлый раз мы достаточно подробно рассмотрели методику расчета величины прожиточного минимума пенсионера. Она строго регламентируется федеральным законодательством. Структура потребительской корзины и методика расчета, она определена на федеральном уровне. Соответственно, мы берем в расчет те цены и тарифы, которые мониторятся федеральной службой государственной статистики. Расчет, который проводится по квартальному, он достаточно... Ну, не та простенькая формула, о которой вы в прошлый раз говорили, он достаточно подробный. То есть, это продукты, стоимость всех продуктов питания, которые входят в потребительскую корзину, исходя из соотношения стоимости продуктового набора и непродовольственных товаров. При этом, Дальше Сергеевна, по поводу контрольно-набзорных функций, в этой части мы тоже уже в прошлый раз говорили о том, что есть полномочные органы на проведение контроля. И третье, мы также отмечали, еще раз повторюсь, что на сегодня на федеральном уровне на самом деле отмечено, что в более 60 регионах, в 67 регионах, та величина прожиточного минимума, которая утверждается, она по факту складывается ниже фактического уровня. Соответственно, на уровне правительства Российской Федерации подготовлен законопроект, который внесен на сегодняшний день и, по-моему, уже в первом чтении одобрен Государственной Думой, это уточнение методики расчета величины прожиточного минимума. Соответственно, с 2021 года мы будем одерживать величину прожиточного минимума в новом формате. Второй вопрос, что касается обеспечения граждан пожилого возраста средствами индивидуальной защиты, то здесь хотела бы отметить, безусловно, мы решаем проблему и задачу обеспечения граждан пожилого возраста старшего поколения, которые состоят у нас на социальном обслуживании. Это более 3000 граждан, которые обеспечиваются средствами индивидуальной защиты, ну, плюс, безусловно, те граждане, которые у нас находятся в стационарных учреждениях. По вопросу обеспечения всех граждан пожилого возраста старше 65, у нас по данной статистике это более 30 тысяч человек, по-моему 35-6 тысяч, если мне не изменяет память, то соответственно немного сложно реализовать это будет в рамках бюджетного процесса и распределять, но тем не менее мы постараемся проработать этот вопрос через органы социальной защиты или комплексные центры социального обслуживания для нуждающихся. Вы постарайтесь, это правильно. Уважаемые коллеги, есть еще? Нет? Решение комитета, пожалуйста. Уважаемый Анатолий Васильевич, уважаемые коллеги, комитет осмотрел данный вопрос и, безусловно, рекомендует в органах права принять данный проект. Насколько обсудили, то у нас не приняли решение. Спасибо. Решение комитета озвучено. У вас на руках проект поставления об установлении размеров предельной величины прожиточного дохода для представления социальных услуг бесплатно в республике Калмыкия на 2021 год. Если нет вопросов, противоречий не возникло, прошу определиться по обслуживанию. Продолжение следует...